Если вам кажется преувеличением названия данного видео, прошу вас все-таки досмотреть до конца, чтобы убедиться, что это не так. Я сделаю его максимально внятным и коротким, для того, чтобы передать суть проблемы. Есть задачи, которые находятся над политическими процессами, над точками зрений. Эти задачи имеют огромный объединяющий потенциал для всего армянского народа, потому что решение их требует участия всех и каждого. Сегодня тот день, когда я обращаюсь ко всему армянскому народу, как в пределах нашего государства, так и по всему миру, от Австралии до Гленделла, от Хабаровска до Эфиопии, от Лондона до Константинополя. Год назад весь армянский YouTube пестрел видеообращениями, в которых наши блогеры отчаянно пытались привлечь внимание этой международной корпорацией, Министерства высокотехнологичной промышленности Армении и всего армянского общества. Мое видео на эту тему датировано 18 февраля 2019 года. В нем досконально объясняется необходимость локализации армянского YouTube для формирования независимого медиапространства Армении, создания тысяч рабочих мест, а также расширения армянской повестки путем увеличения количества и качества контента на армянскую тематику по всему миру. Тезисно и коротко обрисую проблему. YouTube локализован в более чем 100 странах. Таким образом, в этих странах существуют тренды, и создатели контента могут рассчитывать на правильную работу алгоритмов, предоставляющих возможность органического роста. Во всех этих странах, если мы откроем статистику, то увидим одну и ту же картину. Блогеры и независимые контент-мейкеры занимают топовые места по количеству подписчиков и просмотров. Таким образом, в этих странах произошла самая главная революция 21 века – децентрализация средств производства информации. И они уже сейчас обладают свободным информационным полем. В Армении же, если мы взглянем на статистические данные, то можем увидеть, что в топе находится дубликат телевизионного контента. YouTube в Армении – это тот же телевизор со всеми вытекающими из него минусами. Как человек, проработавший на телевидении 7 лет, коротко задекларирую три главных недостатка. Между контент-мейкером и зрителем находится армия функционеров в виде продюсеров, бухгалтеров и других цензоров, которые ограничивают свободу творчества. Телеканал, как дорогое предприятие, имеет своего владельца с его конкретными целями и задачами. Это еще одна дополнительная цензура для контент-мейкеров. Пришло время дать армянскому народу возможность освободиться и начать самому создавать свою ежедневную, еженедельную и ежегодную информационную повестку. Сделать это возможно только при безоговорочном участии всех армян мира. Поэтому это видео будет опубликовано сразу на трех языках. И я прошу вашего максимального участия в его распространении. Целый год мы ждали, пока наше Министерство высокотехнологичной промышленности найдет общий язык с этой огромной корпорацией. К сожалению, сейчас мы можем декларировать, что переговоры не дали сколь-нибудь значительных результатов. Но армянский народ, если он ставит перед собой задачу, не может не довести дело до конца. Так как он народ-победитель, он всегда доводит дело до результата. И каждый отдельно взятый армянин понимает, что является частью чего-то большего, обладающего четырьмя тысячами лет истории и огромным пластом культурного наследия, ценного для всего человечества. Фундамент армянского народа — это знание, равенство, свобода, ответственность и, самое главное, любовь. Именно в любви мы и признаемся Ютубу в день его рождения, а также в день Святого Валентина, 14 февраля 2020 года. Под этим видео будет текст месседжа, который мы хотим донести до Ютуба с помощью всех армян, живущих во всех уголках планеты. Этот текст необходимо разместить в виде отзыва к приложению Ютуб, а также приложению Google Maps в Apple Store и в Google Play с оценкой «Одна звезда», для того, чтобы попасть на радары Big Data аналитики этой мега-корпорации. Мы просто хотим, чтобы сотрудники и менеджмент этой корпорации обратили внимание, что есть такая страна Армения, и она нуждается в их внимании. Вот текст этого сообщения. От лица всего армянского народа мы поздравляем Ютуб с днем рождения и желаем ему бесконечных лет процветания. То, что Ютуб подарил цивилизации, человечеству, миру, трудно переоценить, и особенно в день Святого Валентина к нашим поздравлениям мы добавляем признание в любви. Мы любим Ютуб и любим Google, и не можем представить свое существование без полноценной возможности пользоваться этими платформами. Мы очень долго пытались привлечь внимание менеджмента данных организаций, инициировав вмешательство в процесс нашего Министерства высокотехнологичной промышленности. К сожалению, год переговоров не дал никаких результатов, и в отчаянии мы хотим привлечь внимание всех неравнодушных сотрудников Google и Ютуб к нашим проблемам. Просим вас не рассматривать оценку в отзывах как акт враждебного действия. Еще раз хотим обозначить, что мы вас очень любим, и поменяем нашу оценку тогда, когда наши проблемы будут решены. Чего мы просим? Первое. Локализовать Ютуб в Армении, запустить армянские тренды и контролировать корректную работу алгоритмов Ютуб в Армении. Второе. Решить проблему с неспособностью Google AdWords работать с армянским языком, и как следствие невозможность размещать рекламу Google Ads на армяноязычных страницах и невозможность размещать рекламу на армянском языке. Третье. Границы на Google картах взяты с потерявших актуальность советских карт. Когда едешь из Грузии в Армению рядом с Эдживаном, якобы въезжаешь в Азербайджан, и навигатор путает дорогу. Та же проблема рядом с воодзором, когда навигатор просто не может довести тебя до Гориса из-за неактуальности карт. Это очень большая проблема для безопасности туристов, которые доверяют Google картам. Карты желательно актуализировать. Это не политика или география. Это безопасность людей, которые вам доверяют. Наш народ готов оказать максимальное содействие в решении данных вопросов. Наше правительство в лице Министерства высокотехнологичной промышленности уже всеми силами, но, к сожалению, пока безуспешно, пытается вести с вами переговоры. Армения верит в YouTube и жить без него не может. Армяне хотят быть полноценными пользователями вашей платформы, и мы с сердечной любовью просим сделать официальное заявление относительно сроков локализации YouTube в Армении со стороны топ-менеджмента компаний. Искренне ваши. Все армяне мира. Хэштег данной акции I love YouTube. Это обращение я попрошу вас разместить в виде отзывов в Google Play и Apple Store с оценкой единица, для того, чтобы те, кто наблюдает за статистикой, имели возможность обратить на него внимание. Там миллионы отзывов и оценок, так что для того, чтобы нас хотя бы заметили, нам нужна вся армянская диаспора по всему миру. Сделать это нужно после 12.00 по калифорнийскому времени 14 февраля 2018 года. То видео, которое вы смотрите сейчас, необходимо отправить всем армянским инфлюенсорам, блогерам, звездам, людям, у которых есть армянская аудитория, а также СМИ с призывами присоединиться к флешмобу с хэштегом I love YouTube AM. Еще раз, это общенациональная задача, которая объединяет всех армян мира, вне зависимости от их идеологических и политических различий. Развитие качественного информационного поля, расширение армянской повестки, создание тысяч рабочих мест является вопросом национальной безопасности. И равнодушие в этом вопросе означает равнодушие к будущему армянского народа. Я заранее выражаю благодарность всем тем, кто осознает угрозы, стоящие перед армянами, и желает участвовать в их преодолении. Нам нужна локализация YouTube в Армении и общими усилиями армян, живущих в Армении, всех армян диаспоры, от Бейрута до Сиднея, от Бостона до Пекина. Мы добьемся цели, которая является общенациональной. Чтобы YouTube обратил на нас хоть какое-то внимание, нам необходимо 100-150 тысяч армян с их отзывами на данных площадках. Если у вас нет аккаунта, зарегистрируйтесь. Если у вас нет времени, найдите. Армения нуждается в вашем участии. Очень прошу не оставаться равнодушными. Дальнейшие инструкции будут в понедельник, 10 февраля, в прямом эфире на канале ЦО Блог у Саята Арутюняна в 22.00 по ереванскому времени. Так что обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. Подробный план действий мы обсудим завтра, в понедельник, 10 февраля. Я верю, что армяне едины. Я верю, что армяне могут объединяться для решения конкретных, необходимых всему нашему обществу задач. Спасибо. Продолжение следует...